Друзья, всем привет! Вы смотрите InvestFuture, меня зовут Кира Юхтенко и это наш еженедельный макроэкономический обзор. Давайте, как обычно, мы с вами вместе подведем итоги прошедшей торговой недели и потихонечку начнем настраиваться на новую. Ну что ж, на этой неделе у нас вышли данные по розничным продажам в США и они превзошли все ожидания. Рост за октябрь составил 1,7 при консенсус прогнозе 1,4. И на первый взгляд высокие розничные продажи это хорошо, потому что они говорят о силе потребительского рынка. Но мы-то с вами знаем, что сегодня инфляция в США, как в общем-то и в остальном мире, растет очень высокими темпами. Так что стремительный рост розничных продаж, скорее всего, в первую очередь объясняется тем, что потребители стремятся купить товары просто пока они не стали дороже. Также дает о себе знать приближение праздников. Люди заранее делают предпраздничные покупки, просто опасаясь роста цен. И если это так, то в ноябре и декабре розничные продажи могут показать снижение. Но в итоге вышедшие данные по розничным продажам вызвали новую волну разговоров о высокой инфляции в США на прошлой неделе. Ну, кстати, раз уж мы заговорили про инфляцию. Отмечу, что ФРС теперь каждый день повторяет примерно одно и то же. Инфляция более устойчива, чем ожидалось, и нам придется корректировать политику в сторону ужесточения. И тут-то многие наши подписчики негодуют. Я заранее знаю, что скажет ФРС, потому что у них всегда одна и та же пластинка. Не возмущайтесь, друзья. ФРС просто делает свою работу, формирует ожидания. Тут мы можем вспомнить, например, 2013 год. Тогда ФИТ не сумел полноценно подготовить рынки к сокращению выкупа облигаций. И в итоге случилась настоящая истерика. Доходность облигаций взлетела, а рынок акций был очень сильно напуган. Тогда был целый год обсуждений на тему того, что же делать с QE, количественным смягчением. И в итоге ФРС сообщило, что снижает выкуп активов с 85 миллиардов долларов до 75. А рынки были не готовы к такому сценарию. Ну и самое главное, снижение QE тогда было кажется преждевременным. Потому что 22 мая 2013 года, когда ФРС объявила о возможном сокращении выкупа в будущем, безработица была на уровне 7,5%. Базовая инфляция при этом ниже 2. Сегодня безработица в США 4,6%, а инфляция выше 6. То есть осталось лишь подготовить рыночные ожидания, чтобы объявить о сокращении выкупа и скорее всего более раннем повышении ставки. Так что готовьтесь, друзья, в ближайшее время мы будем, кажется, бесконечное количество раз слышать примерно одни и те же мантры об устойчивости инфляции и необходимости ужесточения. А вот Центробанк Турции наоборот смягчает свою политику. На этой неделе ключевая ставка снова была понижена. Как-то мы уже говорили с вами о том, что президент Эрдоган то и дело меняет глав ФЦБ и таким образом постоянно корректирует денежно-кредитную политику Центробанка Турции так, как ему хочется. И в результате складывается такая на самом деле парадоксальная ситуация. Инфляция в Турции достигла 20%, а Центробанк при этом снижает ставку. Я напомню, снижение ставки это смягчающая мера денежно-кредитной политики и чаще всего она приводит к ослаблению курса национальной валюты и росту инфляции. Ну зачем тогда Банк Турции снижает ставку на фоне и без того высокой инфляции? Ответ есть. По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg и Wall Street Journal, Эрдоган пытается поддержать рост экономики через мягкие условия финансирования в стране. Ну и кроме того, он видимо считает, что слабость лиры будет стимулировать спрос на турецкие товары, то есть поддержит эксп. Ну а турецкая лира, что? Конечно, в результате таких экспериментов она достигла своих исторических минимумов. Посмотрим, к чему такие эксперименты приведут. И еще одна интересная глобальная новость, друзья. На этой неделе произошло знаменательное и долгожданное событие. Президент США Байден подписал инфраструктурный пакет стимулов. Ну рынки в целом на это довольно слабо отреагировали, а вот биткоин резко упал. И дело тут в том, что этот инфраструктурный пакет включает в себя закон о сохранении инноваций в Америке. И там есть положение о налогах на криптовалюту. Причем формулировки там настолько расплывчатые, что по требованию о передаче данных могут попасть не только крипто-брокеры, но и майнеры, разработчики и вообще кажется кто угодно. Пока группа двух партийных сенаторов решает вопрос о доработке этого закона, биткоин с начала недели обвалился с 66 тысяч долларов до 57 тысяч. Но, кстати, есть и еще одна возможная причина обвала биткоина. Окружной суд Токио утвердил план гражданской реабилитации обанкротившейся легендарной биткоин-биржи МТГокс. Вся эта история длится на самом деле с 2013 года и, по мнению популярных западных криптоблогеров, этот процесс может завершиться тем, что в скором будущем 150 тысяч замороженных биткоинов разом обрушатся на рынок. И вот тогда биткоин вполне может подешеветь раз в 10. Но, правда, цена, по которой будут распределяться все эти 150 тысяч биткоинов, не очень понятна. И, кроме того, распределение суммы пострадавшим пользователям может быть не мгновенным, а довольно плавным. И в таком случае падение криптовалюты, ну, как минимум, не будет резким. И, конечно, не могу не сказать, говоря о глобальных факторах, пару слов о китайском застройщике Evergrande. Его уже много раз хоронили, но он по-прежнему жив и даже возобновляет строительство 63 объектов. Ну, а глава компании, как мы уже говорили в новостях, сейчас занимается продажей своих личных активов, ну, а компания продолжает распродавать свои дочки, чтобы подготовиться к следующим выплатам. Теперь, друзья, кажется, пришло время нам наконец-то поговорить немножечко об американском рынке акций. Ну, а что американский рынок? На фоне разговоров об инфляции его болтало то вверх, то вниз. Индекс S&P 500 делал странные пироэта на неделе, но оставался возле своей средней отметки 4690. На рынках только и говорят, что об инфляции она инвесторов пугает, они боятся более быстрого сокращения программы выкупа активов, но на самом деле это все лишь эмоций. Объемы аукциона обратного репо сейчас на уровне полтора триллиона долларов. И это значит, что ликвидности в финансовой системе все еще очень много. И в этих условиях вряд ли мы можем увидеть сильный рост доходности по казначейским облигациям. То есть на рынках все еще сохраняются довольно благоприятные условия для роста рисковых активов. Кроме того, сбережения домохозяйства США сейчас составляют примерно 2 триллиона долларов. Ну, а инфляция в ближайшее время вряд ли куда-то денется. И учитывая ее высокий уровень и устойчивость, которую признает уже даже ФРС, инвесторы продолжат искать высокую доходность. Ну, а ее обеспечивают, понятно, только рисковые активы. В теории обеспечивают. Хорошо, давайте перейдем с вами к товарно-сырьевым рынкам. И тут мы начнем с металлов. На этой неделе рынок металлов в основном снижался и даже золото сильных движений не показало. Хотя, казалось бы, это основной антиинфляционный актив. Про это даже школьник знает. Ну, казалось бы, когда все говорят о росте инфляции, золото должно дорожать. Но тут желтому металлу помешал немножко доллар, потому что его индекс за неделю сильно довольно вырос. Слабую динамику показывали и другие драгоценные металлы, кстати, тоже. Цены на сталь тоже продолжили падать. И для этого была причина. В Китае замедлился рост цен на недвижимость. Вдобавок, Китай еще и ограничивает промышленное производство в стране, чтобы снизить вредные выбросы в преддверии Олимпиады. И в результате мы видим, что спрос на сталь со стороны промышленности падает. И это, понятно, негативно влияет на цены. Хорошо, а теперь давайте мы переведем внимание с рынка металлов на рынок энергоносителей. А там, ох, как интересно. Рынок нефти на минувшей неделе был, правда, богат событиями. Онлайн-встреча глав Китая и США завершилась сюрпризом, потому что президент Байден предложил Китаю распечатать свои нефтяные резервы одновременно с США. Немного позже Байден обратился с таким же предложением и к другим потребителям, импортерам черного золота. И таким образом президент США продолжает просто давить на ОПЕК+, как он и обещал, давить на нефтяные рынки, пытается стабилизировать цены. И в этой истории важен не только сам факт продажи нефти из стратегических резервов, но вероятная скоординированность действий заинтересованных в снижении цен стран. В итоге мы с вами и видели, что цены на нефть всю неделю оставались под давлением. Скорее всего, это давление и на следующей неделе тоже сохранится, потому что тут приближаются переговоры США с Ираном по ядерной сделке, и их результатом может стать возобновление поставок иранской нефти на западные рынки. Цены на газ на этой неделе тоже были в центре внимания. Стало известно, что Германия приостановила процедуру сертификации Северного потока-2, так как оператор этого газопровода может быть признан независимым только лишь при условии реорганизации своей правовой формы в соответствии с немецким правом. Ну и в итоге цены на европейские газовые фьючерсы на этой неделе активно росли. Еще одним драйвером роста стал тот факт, что Газпром не забронировал на декабрь мощности газопровода Ямал Европа и газотранспортной системы Украины для того, чтобы совершать дополнительный транзит газа. Это, конечно, толкает цены. Что касается угля, фьючерсы после падения на 40% в конце октября до сих пор на тех же уровнях остаются. Я напомню, что падение цен на уголь произошло на фоне увеличения добычи в Китае и как раз-таки некоторого восстановления поставок газа в Европу. Динамика сырьевых рынков, конечно, никак не могла не повлиять на российские активы, на их самочувствие. И давайте мы с вами теперь посмотрим, как они себя в этом контексте вели. Ну, в целом, рубль на неделе вел себя довольно спокойно. Доллар остался на уровне 73 рубля, как и недели ранее. Евро, правда, опускается ниже 83 рублей, но это скорее заслуга слабеющей европейской валюты, нежели крепнущего рубля, надо признать. Ну, а в целом российская валюта по-прежнему ожидает решения проблем, которые уже, в общем-то, несколько недель на нее давят и продолжают это делать. Геополитические риски вокруг России рубля никуда не уходят. Сообщается, что США готовят новые санкции в связи с ситуацией вокруг Украины. Позитива также они добавляют и российские военные испытания в космосе, и это также может вызвать негативную реакцию Запада, и мы можем увидеть какие-то новые санкции или другие ограничения здесь. С другой стороны, поддержкой для рубля остается решительный такой настрой Банка России. Центробанк не намерен останавливаться с повышением ставки, об этом заявила его глава Эльвира Набиулина, а, например, аналитики Райфайзенбанка считают, что в следующем году ставка может добраться вообще до 10%, но пока укреплению рубля это не очень помогает. Высокая инфляция, надо понимать, что негативно влияет на операции Carry Trade, а именно они нашу валюту ранее поддерживали. Ну и, конечно, никто не отменял фактор нефти, потому что черное золото, так кажется, намерено закрепиться ниже 80 долларов за баррель Brent, и это, конечно, тоже мешает рублю перейти к заветному укреплению. Ну и, конечно, российский фондовый рынок тоже оптимизма не излучает на этой неделе. Индексы продолжают снижаться, а пятница снова стала красным днем. Мы видим, что индекс Мосбиржи порядка 1,5% потерял, а долларовый РТС больше 2%. Ну и, в общем-то, я уже сказала о причинах негатива. Большинство из них уже не первую неделю с нами. И, кстати, очень интересно, что Эльвира Набиулина, вот мы уже говорили, но напомню, сравнила текущую ситуацию в России со ситуацией в США и Германии в 70-е годы. Тогда увеличение ключевой ставки в Германии помогло стране восстановить экономику, а вот Америка, которая затянула с ужесточением, вошла в период стакфляции. И понятно, что такие комментарии Набиулиной ясно обозначают курс на дальнейший рост ставок. Отдельно отмечу банковский сектор российского рынка. Он в целом тоже продолжает снижаться, но ВТБ поддержал свои котировки, и по итогам недели акции вышли в рост. Компания, дело в том, что продолжает избавляться от непрофильных активов, и продажу удалей в Магните, Аэрофлоте, ВТБ рынок встретил с некоторым оптимизмом. Нефтяной сектор. Конечно, в красной зоне металлурги и горнодобывающие компании тоже падали. Там были новости о том, что Госдума одобрила повышение с 2022 года НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли. Вот какой-то такой, друзья, запомнилась прошедшая неделя. Что ждет на неделе следующей? Давайте мы с вами перечислим основные макроотчеты, которые на ближайшую пятидневку запланированы. В понедельник, друзья, будет опубликован индекс доверия потребителей еврозоны. И если исходить из октябрьских данных, мнение домохозяйства о своем финансовом положении и экономической ситуации в целом негативное. Также в понедельник мы с вами узнаем, как в США обстоят дела на вторичном рынке жилья. Ну а во вторник у нас начнут выходить ноябрьские данные по индексам деловой активности. В Еврозоне, Великобритании, США – это важные блоки данных, которые всегда на рынке влияют. В среду в США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования и по расходам и доходам физических лиц. И эти отчеты, друзья, очень интересны на фоне как раз-таки вот того сильного роста розничных продаж, которые мы видели, и на фоне высокой инфляции. Но это еще не все, потому что в среду в Штатах также опубликуют данные по первичному рынку недвижимости и протоколы последнего заседания ФРС. Это тоже интересненько. Россия в этот день представит отчеты по промышленному производству и по индексу цен производителей, на что тоже можно будет посмотреть. Вообще, надо сказать, что следующая неделя будет последней полноценной торговой неделей этой осени. Мы уже, как ни странно, на пороге декабря, хотя недавно вроде только заканчивалось лето. И в этом контексте у меня вопрос. Как вы думаете, будет ли у нас в этом году на рынке акции традиционное декабрьское ралли Санта-Клауса? Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение. Очень интересно, какие у вас настроения и ожидания на декабрь 2021 года. Ну а я, друзья, на этом буду с вами потихонечку прощаться. Спасибо, что смотрели и слушали. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Надеюсь, что было интересно. Мы постарались максимально сжато вам рассказать главные недельные тренды. Лайк, подписка, колокольчик. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok